друзья мои дорогие всем добрый день сегодня с вами говорим про перфекционизм вообще перфекционизм можно рассматривать с двух основных ракурсов более такое мягкое некатегоричное восприятие этого то есть перфекционизм в значении как до что ли следование некой высокой очень такой достойной цели стремление достичь результата на пять с плюсом до высокие требования к качеству того что получится в итоге то есть не зря же мы например про какого-то человека говорим он перфекционист он делает классные проекты он да там шикарно что-то рисует он создает там идеальные платья и в этом нет ничего такого ну что настораживал бы нас но другое значение перфекционизм то есть перфекционизм это склонность устанавливать неразумно высокие стандарты и требования и склонность измерять ценность личности вот по ее способности достичь этот результат и соответствовать этим стандартам то есть вот здесь уже как раз говорим про тот самый опасный деструктивный перфекционизм который не для самого перфекциониста собственно полезным не является не для его или ее окружение вообще перфекционизм делят на две большие группы так называемый нормальный позитивный конструктивный его называют то есть это до высокие цели да такие мощные серьезные требования но цели эти достижимые реалистичные ну по смарту ясные то есть человек ставит высокую планку но он действительно может достичь этой планки и не не ценой жизни не ценой каких-то неимоверных усилий просто человек привык делать хорошо качественно на результат и другой перфекционизм тот самый невротический негативный деструктивный это стремление к некоему абстрактному совершенству у которого нездоровые критерии недостижимые и нереалистичные хочу я лучше всех идеальный всех а что именно а вот не знаю вот здесь мне так а уже мне так не нравится и вот так вот до бесконечности а невротический перфекционизм еще когда человек ассоциирует свою ценность с достижением вот каких-то до недосягаемых каких-то супер великих целей вот я вот-вот буду не как все я на какую такую мега гору не существующую заберусь я вот тогда точно буду себя ценить и уважать и еще негативный перфекционизм это ожидание негативной оценки и страх ее получить это зацикленность на том что ну вот снова не получится но вот снова не дотягиваю так что видите какая большая разница не стоит путать негативные отрицательные вот этот перфекционизм ситуациями например смотрите когда определенная сфера деятельности определенный проект объект где требуется высокая точность где требуется соблюдение стандартов и и например это не скажем так анастезиолог перфекционист это не проектировщик перфекционист не инженер перфекционист это хороший профессиональный анестезиолог проектировщик инженер и прочее то есть дать человек ошибка этого человека будет стоить жизни будет стоить каких-то огромных последствий поэтому человек делает все четко точно ромально ровно да это даже это даже не перфекционизм еще не путайте ситуациями когда идеал принципе ясен и он достижим до чтобы сделать там какое-то супер крутое мероприятие придется напрячься придется там задействовать огромное количество подрядчиков там каких-то партнеров но реально получится это крутое этом мероприятие человек представляет себе вот эти критерии что будет критерия такое-то количество положительных отзывов такое количество счастливых детей например присутствующих на этом мероприятии там еще какие-то критерии это тоже это вот не тот самый перфекционизм это профессионал высокого качества работы да этот человек хочет сделать хорошо что стоит помнить вот в контексте упоминания вот этого перфекционизма но во-первых контекст как таковой нередко общаешься с человеком и человек говорит я перфекционист но если ты этого человека знаешь ты уже например понимаешь что он или она имеет ввиду например мастер маникюра высшей категории с очень хорошим ценником она говорит я перфекционист и я понимаю например что она имеет ввиду она имеет ввиду что она правда сделает все идеально без задоринки и она гордится своим результатами она будет его фоткать конечно здесь вот в данном случае например речь не про какую-то там деструктивную линию как раз про ту самую просто ответственность да про ответственное уважительное отношение к своей работе который мы упомянули выше да ты соблюдаешь определенные стандарты и ты сам себе являешься достаточно строгим судьей ты делаешь хорошо но это не как тебя не разрушает а другое дело контекст я перфекционист из разряда там на алёша а чего это ты 10 лет без работы у мамы на шее сидишь а тебе алёша уже там 50 лет алёша говорит а я перфекционист я не могу найти идеальную работу или я не могу построить идеальный бизнес а плохо я делать не могу или ты говоришь люся ты домохозяйка что же тебя дома то грязи по колено что же тебя как все плохо то не убрано чем что занимаешься алёша говорит а я перфекционист я либо убираюсь идеально либо вообще никак не убираюсь это уже вот как раз про разного рода деструктивные контексты еще что стоит помнить а перфекционизм либо это действительно условия высокого качественного полезного результата либо это прикрытие бездействие неудач очень полярная может быть ситуация синдром отличника вот мы тоже как-то в комментариях писали сравнить где перфекционизм где синдром отличника а это на самом деле очень разные понятия просто иногда люди сильно страдающие синдром отличника чтобы как-то вот обществу преподнести это все более так вкусненько они это прикрывают перфекционизм хотя по сути что такое синдром отличника это человек собирает галочки звездочки пятерки какие-то вот эти вот внешние атрибуты что его или ее результат ценят он молодец но как правило люди синдром отличника они не особо результативны до них не путайте отличнику нужны именно оценки вот это вот внешне какое-то признание что ты молодец а перфекционист он зациклен на результате то есть ему нужно вот вот такой вот супер-пупер и перфекционист сам себе прежде прежде всего строгий судья то есть перфекционист оценивает насколько там я хорошо или плохо что-то там сделал так что разница здесь есть вообще должно насторожить когда человек зациклен на идее перфекционизма постоянно вот это вот твердит там всегда а что-то за этим скрывается чего-то человек прячется какие-то у человека страхи комплексы то есть любой перекос это не очень хорошо а причины невротического вот этого вот деструктивного перфекционизма почему это происходит а самые разные в принципе авторитарное жесткое воспитание человеком уж травали от человека требовали прямо все на пять с плюсом до на 6 по пятибалльной шкале человек привык жить в этой невротической модели еще человек таким может быть на фоне вот этого знаете ну как контрастировать да по сравнению с богатыми успешными родителями братьями сестрами какими-то коллегами может начать вот это вот развиваться как протест а я вам докажу а я вам покажу что я на самом деле такой бывает что человек недостаточно знает и понимает себя просто он или она цепляется за какую-то идею думать что вот я вот здесь вот создал идеальный какой-нибудь сад создал идеальный какой-нибудь интернет проект и вот тогда я буду чувствовать себя человеком таким целостным все у меня будет хорошо еще это может быть следствие неких комплексов гиперкомпенсации через это да я из-за этого из-за этого переживаю комплексу но я докажу но я покажу что я выше вас до что служить и мне да там подчиняйтесь и гиперкомпенсация найти на может быть как уже обретшие какие-то такие деструктивные формы когда человек зацикливается гонобит других а бывает и вполне такая скажем так ровная и никому вреда не приносящий да он хочет сделать карьеру руководителя он делает например эту карьеру руководителя да у него амбиции да где-то немножко заносит но в целом это полезный адекватный руководитель здесь тоже опять же степень проявленности перфекционизм вот этого зашкаливающий невротический это еще следствие неких сложностей самооценкой с внутренней опорой то есть не хватает человеку вот это вот устойчивость еще перфекционизм если вот мы говорим про некую связь с нарциссизмом с нарциссическими травмами это что это следствие некой условной любви человек но это опять же вот все-таки здесь у нас уже идет некое пересечение с синдромом отличника из тем что не совсем мы можем перфекционизмом назвать если копнем поглубже но со стороны это может выглядеть как перфекционизм то есть человек постоянно делает делает делать чтобы получить больше подтверждений похвал из внешней среды то есть мне любят за это за это за это и вот я вот здесь вот добегу достучусь чем чреват вот этот невротический перфекционизм усиление тревоги развитие разного рода тревожных расстройств дальше перфекционизм вот такой зашкаливающий он как раз приводит к тому что результатов не будет вообще потому что вы не сделаете вообще есть очень хорошее правило лучше сделать вовремя чем идеально вот нередко вот у тех у кого уже до перфекционизм и переклинило у них с этим проблемы перфекционизм приводит к определенным сложностям в контактах в отношениях это люди нередко до тяжелые в общении нередко если мы говорим про не таких уже невротических перфекционистов слишком требовательные слишком критичные конечно же в жизни перфекционистов по-любому что-то пойдет не так или уже идет не так и там депрессии там провалы синдром самозванца нередко сочетается с перфекционизмом синдром отложенной жизни страхи разного рода а что это значит человек не проживает свою жизнь на человек вот топчется вокруг каких-то целей а смысла нет нет удовольствия удовлетворения от жизни как с этим работать как себе помогать с перфекционистической вот этой вот истории ну во первых все-таки придерживаться некого системного взгляда на жизнь отойти немножечко от своего от этого инструмента перфекционизма в целом посмотреть что не устраивает а чего-то реально хочешь а что для тебя реально важно пошире анализировать дальше себя нужно принимать своими плюсами и минусами те минусы которые стоит корректировать и к и реалистично их корректировать то можно как над ними поработать те которые ну как безнадежно да лучше на плюсы сосредоточьтесь помните что неудачи какие-то провалы сложности это неотъемлемое условие развития а там где развитие там как раз успех там как раз новые результаты пока ты топчешься на месте и в 17 раз одно и то же переписываешь переделываешь но так жизни этому и не дал никому хорошо от этого не будет не тебе не общество очень важно опираться на правило я достаточно хороший на специалистам родитель я нормально делаю она работает то что я делаю да это уже такой подход выравнивающий немножечко отношение к этому еще на что стоит обратить внимание вы в принципе себе должны давать право на ошибку в разные периоды жизни в разных проектах да и все ошибаются не ошибается только тот кто ничего не делает а действительно одно из следствий перфекционизма это бездействие есть как соответствие безрезультатность работайте с фигуры внутреннего критика очень много есть техника упражнений как с этой фигурой работать нередко у перфекциониста вот это вот очень развит и развит этот критик работайте с идеальным образом то есть какой он ваш идеальный образ я зачем вы за него цепляетесь может быть не стоит цепляться за это идеальный может быть жить в том что вы в себе видите там и уже принимаете помните что оптимальный подход это не идеальное а наилучшее наилучшее из возможного вот она здоровая позиция ставьте цели по смарту реалистичное достижимое определенные во времени ясное конкретное коррелирующие с другими сферами вашей жизни и намного вот все понять не будет и опять же никто вас там да и не переживайте вниз не будет тянуть вы вы очень хороших результатов добьетесь перфекционисту вот кто видит в себе вот эту невротическую склонность очень важно учиться наслаждаться и процессом тоже они только зацикливаться на результате иначе действительно жизнь пройдет мимо меньше сравнивать себя с другими внимательнее роста расставлять приоритеты а что действительно важно что минимум не поможет к моей цели продвинуть помнить о жизненном балансе и все-таки двигаться маленькими поступательными шагами вспоминаем кайдзен система кайдзен и на канале у меня есть ролик на эту тему маленькие изменения каждый день то что вам по силам в общем работайте над собой друзья мои берегите себя если вам будет нужна моя помощь как психолога как коуча как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч